Всем привет! Не так давно в Красауте случилось чудесное изменение со многими пушками, им существенно увеличили скорость поворота. Ну каким-то существенно, каким-то не очень. И если говорить конкретно про такое оружие, как малыш 6F, то здесь скорость поворота увеличилась на 71%. Поехали в рандом, посмотрим, стало ли ему от этого легче. На борту два малыша с апами на скорость перезарядки. Гарпия, фиолетовая быка, генка, чёткий и, естественно, маховик. Напа забыл поменять. Я хотел Сокола попробовать сейчас с этим оружием, хотя бы просто из-за того, что у Сокола есть приятный бонус на сокращение разброса в движении, а эта машина у меня чаще всего именно в движении пуляет. Реально Гризли здесь не так сильно нужен, а то у меня раньше Гризли здесь стоял просто потому, что было КП побольше, вот конкретно в этой сборке. Так, эта плюсочка получила, сейчас я, видимо, тоже получу. Вот, и тогда это было актуально. А сейчас, конечно, уже не так. Ой, нихрена, там такой жир, такой бастионище. Сюда прёт, погоди, отсюда лучше отойдём. Бастион я лоб в лоб точно не перестаю. Это прямо 100%, а то и 200. Надо валить. А вот на дистанции, можно его я покажу? Орландо сюда прёт, что же, господи, Орландо, ну что тебе надо? Ну вот сейчас всё равно ко мне. Он взял уже меня в цели, всё, и пока я его не замочу, или он мне не замочит, он не отвертится, не отстанет. Ладно, погнали. А, он с суматрами ещё, ой. Сейчас, возможно, будут кранты. Я как бы не шучу. Потому что игроки с суматрами, это приятные тевтелечки и плюшечки. А вот боты с суматрами, это те ещё твари. Так же, как и боты с лазерами, и боты с тошнителями. Тихо, 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 надо перепулять. 235. Блин, ну осталось, а последний суматр мы вынести. Вынес? Нет, не вынес. Орландо! Да ладно! Тьфу ты, я, мне кажется, его в кабину уже убил бы. Вот прям серьёзно. Всё, отлично, снял, снял наконец-то. Чё, это раном добил. И пока я дрался с Орландо, все синие, видимо, ушли в другой бой с криком, да ну его нафиг, оно нам не надо. Этот стоит не двигается. Чё стоишь не двигаешься? Придите, убейте меня! Блазони там крутят! Смотри, какие послушные. 438 очков за этот бой, второе место и непреодолимое ощущение того, что я стреляю горухом, блин, таким бесполезным. Сажаем сокола. Клиентики, 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 поехали. Так, давай-ка мы его подожмём, ага, ладно. Подожмём, не канает, всё, отлично, выпилен. А то, опять же, вот босс с лазером был, вспомнишь, солнце, бот и лучик. Опа, 286, причём в холодного врага 286. Ой, какая-то бесполезная и бессмысленная. 251, но это было попадание только одним снарядом, по тормозам и назад. Ай-яй-яй-яй, ой, чё, тоже малышей тестят после обновления. Сейчас, кстати, по-моему, обе плюхи попали. 110 и 144, да ёпта, это чего за урон-то такой? Да, сокол мне иногда, конечно, помогает на ходу стрелять, он вам сзади такой же косой, короче, едет. Вплотную попасть не может, это нормально. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, всё, подредактировали моё хп прямо основательно и добили. Плюсочки такие, по 100 урона, по 110 урона, ну прям, ммм, такие бесполезные. Бесполезный ужас. Да, пушка поворачивается быстро, но как-то эффекта от этого особо не ощущается. Ну, давай ещё попробуем. Господи, ты кто, маленький? Где твоя мама, ты потерялся? Такая маленькая прикольная штука едет. Ладно. Сияние-то, кстати, отключили. Свечение небесное, воронка-то непонятная, наконец-то, с этим патчем. А я, блин, не попал. Ну, поехали вперёд. Вот здесь... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Чел, прям в лобовую пошёл. Странно, что на союзников. Так, мне туда пока рановато. Я пока что вот отсюда популяю. Блин, здесь гусеницы идут. А гусеницам стрелять вообще не вариант, конечно, когда у тебя сплэш оружие. 161, это, по-моему, самый большой урон. 203! Нифига себе! 168, ну сколько, 142, сколько такое было? Охренеть! Урон у малыша, ничего себе! Это возможно! 437,50. И чел раскукожен. А там было что-то на кванте с таким не самым сильным оружием. Чё ты такое? Ты что-то таранистое, да? Зачем не надо тебе так быть? Ох, генератор! Чудесно! Да ёлы-палы, сколько вас тут? Там же союзников ещё куча! Союзы, алё! 220 и 201, я ещё по... А, чё мне уходить-то, оружия уже нет. Фу! Ну ладно. Всё равно, ну вот сейчас было прям хорошо. Вышел прям и подуэлился, и против толпы подрался. А куда мы едем? Никуда, но хорошо. Так, на такой дистанции, если попадёшь, то чисто случайно, как-то навес не просчитывай. Но не в этот раз. Хотя один снаряд я видел, там прям рядышком-рядышком с врагом упал. И не вариант. Тусят там враги, ну там все враги тусят с пулевым уроном, на самом деле. Мне с такими сражаться как-то вот вообще ни к силу не гордо. В дуэли, в противостоянии раз на раз, пули versus такие пушки, на средней дистанции я в любом случае поставил бы на пули именно. А здесь, походу, автопушки, да? Да. Так, оп. Немножко тараном, 495. Блин, крафтина, на которой я сейчас катаю, она на самом деле раньше шикарные вещи вытворяла для меня, но не для врагов. Да что же мне так везёт-то, блин, на жиромобиле попадаться здесь? И причём именно на этой карте. Шикарные вещи вытворяла за счёт тарана. Всё, пипец, я чё-то попал в оборот, короче, и расфигачивали меня. И сейчас к тому гиридомобилю, который мы с Лео там встретили, можно было бы тараном просто отбить лапки. А таран просто превратился в тыкву. И вся тактика прежняя тоже превратилась в тыкву. Пошла раздача, 97 было прямое попадание, а второй снаряд просто пролетел мимо. 269, это было, походу, попадание двумя. Урон такой печальный. Пушки, правда, тоже синие. Можно будет как-нибудь прикольнуться и взять, попробовать закабинить именно эти пушечки на какой-нибудь минимальный ОМ на синей кабине. Взять, например, Рык, тут же, кабину Багги, и попробовать на... О, господи, что ты такое. 150, 1140. Я понимаю, да, что я сейчас сам нарвался, как бы вылез сам виноват. Эй, а у тебя хоть что-нибудь отвалится-то сегодня, нет? Так, отлично, попал. Да ладно, смотри, по оружию ему главное попал. И вообще это было беспон, как будто я реально чем-то холостым стреляю. Странно, что я выжил, кстати, меня тут даже отпустили. И ховера я этого в итоге все-таки забрал. Так, союзники там тоже подтягиваются. Но мне недолго осталось, так понимаю, уже. Красиво попал. 463 очка всего. Так, ладно, он успеет уже... Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па. Ты меня видишь вообще? Хватит меня игнорировать. Ха-ха-ха-ха. Сейчас. Сейчас он мне выдох, походу, за всю фигню. Здесь 90... Резко по тормозам! Есть! Фух, блин, просто... Просто то, что я резко по тормозам дал, мне спасло от снаряда того щелика справа. Но вот этот закончил мои страдания. Ну что ж, ладно. Не, в некоторых моментах все равно довольно-таки весело. И да, из-за скорости поворота стало, конечно, удобнее применять эту пушку во многих ситуациях. В следующем ролике я попробую малыши на минимально возможных омах. Уберу гарпию, поставлю туда рык. Возможно, и маховик тоже нафиг оторву, и двигатель тоже поменяю. Ну, посмотрим. Если у вас есть предложения, то буду рад почитать их в комментариях. Пожалуйста, пишите. Ну а у меня на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok